Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Все федеральные трассы в России будут приведены в нормативное состояние до конца следующего года К концу 2017 процент их соответствия ГОСТа может достигнуть 81 Рассказал глава Росавтодора Роман Старовойт Он отметил, что еще 4 года назад данный показатель не дотягивал и до 40% За последние годы на федеральной автомобильной дороге беспрецедентно много средств расходует бюджет Это позволит нам выполнить поручение президента, подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Трасса 101 Российские водители все чаще оформляют незначительное ДТП самостоятельно По данным Российского союза автостраховщиков, сейчас каждый третий угодивший в аварию автомобилист пользуется европротоколом Четыре года назад речь шла о каждом десятом автовладельце Средняя сумма выплаты в рамках прямого возмещения убытков в настоящее время находится на уровне 23 тысяч рублей Трасса 101 Автомобилями Lada можно будет управлять дистанционно Технология Lada Connect, которую Автоваз начнет внедрять со следующего года Позволяет с помощью смартфона запустить двигатель машины, открыть двери, включить фары, проверить уровень заряда АКБ, пробег, уровень топлива и так далее Сообщается, что первой новую опцию получит Lada Granta в комплектации Lux Это увеличит ценник машины на 10 тысяч рублей Весной следующего года LeFan планирует начать в нашей стране продажи кроссовера X70 Весьма похожего внешне на Hyundai Creta Китайцы, кстати, этого и не скрывают Машину оснастят 141-сильным бензиновым мотором объемом 2 литра Коробка механика либо вариатор Базовая комплектация будет подразумевать наличие 17-дюймовых дисков, 4-х подушек безопасности, кондиционера Обогрева передних сидений и так далее Стоимость новинки пока неизвестна По мнению специалистов, ценник будет ниже, чем у Creta, за который просят сейчас минимум 800 тысяч рублей Трасса 101 Во второй половине следующего года автомобили Gazelle Next начнут оснащать новыми моторами Речь идет о дизельных агрегатах производства Volkswagen Соответствующее соглашение Горьковский автозавод и немецкий концерн подписали летом 2017-го Кроме того, у Gazelle будет новая шестиступенчатая механическая коробка передач А также, внимание, автомат, выпускаемый во Франции На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова